Воду в этом аквариуме очищают по новейшей технологии фотокатализа. Речь идет о разрушении химических соединений под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые в свою очередь производятся не ртутными лампами, но светодиодами. Технология — результат работы ученых, объединенных Европейским исследовательским проектом в Ирландском Корке. Ключевой элемент — двуокись титана, способная под воздействием света расщеплять органику. Мы разработали модуль для очистки воды, который содержит технологически связанный между собой фотокаталитический реактор, на поверхность которого нанесен диоксид титана и источник ультрафиолетового излучения. Вот сюда вода поступает из аквариума, проходит вокруг спирали реактора и возвращается. Использование ультрафиолетовых установок для обеззараживания воды в бытовых и промышленных условиях практикуется уже не первые десяток лет и имеет массу преимуществ перед химической очисткой при помощи реагентов. Переход на диодные технологии требует тщательного изучения параметров излучения. Вопрос номер один — в каких условиях свет становится бактерицидным? Вот из этого прибора идет свет. Он лежит в узком диапазоне спектра. Его характеристики зависят в том числе от химического состава использованных полупроводников. Варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн. Вот этот момент мы и изучаем экспериментально. Мы моделируем источник света, отслеживаем, сколько лучей попадает на детектор. И мы стараемся оптимизировать расстояние между детектором и источником света. Скорость реакции идет в зависимости от освещенности. И мы можем посчитать, как быстро очистится вода, проходя через эту чашу. Ученые обещают превратить громоздкие объемные ультрафиолетовые установки вчерашнего дня в легкие, компактные и эффективные устройства. Как следствие, промышленный спрос на них растет и будет продолжать расти, утверждает координатор проекта. Мы переживаем настоящий прорыв в этом секторе. Спрос на ультрафиолетовые светодиоды растет и будет расти. Мы уже получаем множество заказов и запросов стороны людей, которые пока эти технологии в своем производстве не применяют, но с замиранием сердца ждут, когда они смогут, наконец, интегрировать их в производство и расширить, оптимизировать выпускаемый ассортимент. Фотокатализм особенно эффективен в средах, где речь идет о низкой концентрации загрязнений. Не случайно участники проекта решили начать с малых форм производства установок для очистки аквариумных вод. Есть множество промышленных решений для очистки концентрированных загрязнений. А вот когда речь идет о малых и средних концентрациях, легких загрязнениях, решений не так много. И вот именно здесь фотокатализм особенно эффективен. Мы поняли, что крупным компаниям такой тип очистки не очень интересен и, возможно, несколько дорог. Малые установки подают большой пример, как эффективно и безопасно очищать воду при помощи одного лишь света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова